Укротительница волков живет в Карачаево-Черкесии. Одна же, отказавшаяся от мегаполиса, Татьяна Самбурова вместе со своими хищниками выбрала живописное место в горах и открыла питомник долины волков. Светлана Шаганова побывала в селе Элькуш Малокорчатского района и убедилась, что волк не такой уж и страшный зверь, и его можно приручить. Элькуш в переводе с карачаевского – орлиное гнездо или жилище орлов. Здесь высоко в горах парят гордые птицы, повелители небес. Теперь с ними только на земле соседствует тоже гордое, но независимое животное – волк. Считается, что этого дикого зверя приручить нельзя, но невозможное – возможно. На окраине села Элькуш виднеется, можно сказать, царство волков. Кто в доме хозяин, говорят, изображения и народа. Чужака хищник чувствует. Хозяйка волков, а точнее питомника Татьяна говорит, что они рады гостям и таким образом приветствуют всех, кто сюда приезжает. На первый взгляд хрупкая голубоглазая девушка и в окружении грозных зверей. Это не грозное животное, оно умнейшее, очень мудрое, очень справедливое, я бы сказала, даже благородное. И нам, людям, есть чему у них поучиться. Ради них Татьяна переехала из Санкт-Петербурга в горное селение. Почему именно в Карачаево-Черкесию? Да потому что отдыхала в Кисловодске. Край привлек живописной природой. А село Элькуш покорило своей красотой. От курортного города рукой подать. С территории питомника можно любоваться Кисловодском. Выбрав место, Татьяна сразу переехала сюда с тремя волками. Все они жили в питерской квартире. Животным нужен был комфорт. Я весь Петербург, всю свою столичную жизнь променяла на жизнь в этом Карачаевском селе. И ни на секунду не сожалею. Вот питерский волчак Цефар. Ему 9 лет. Разводили для пограничной службы. Как говорит Таня, обладает лучшим интеллектом. Мне кажется, вы нашли какой-то общий язык с этими животными. Ну, конечно. Конечно, это надо их любить очень сильно, чтобы научиться их понимать. Иначе никак. Получается, волк никогда не набросится на своего хозяина, да? Не совсем верно. Волк может наброситься на хозяина, если это именно хозяин. Но волк никогда не набросится на своего друга. За друга он отдаст свою жизнь. Мишель – вожак стаи. Она хоть и дама, но имеет право на такой статус. Мишель – канадский волк. Их выводят для спасательной работы. А в соседнем вольере обитает ее супруг Каспер. На вопрос, почему самка вожак стаи, Татьяна отвечает, Каспер моложе ее и поэтому ниже рангом. Да и вообще в паре самка ведущая. Он гораздо ее моложе, но все равно любовь у них случилась. И снова вой. Гости приехали. Марина Пальчаковская – друг и меценат. Привозят для волчьей стаи всегда что-то вкусненькое. На этот раз мороженое. Бытует мнение, что хищники едят только мясо. Но они как люди. В рационе есть все. Фрукты, овощи, молочные продукты. И, конечно, десерт. Считается, что люди боятся хищников. Оказывается, наоборот. Волкам нужно научиться не бояться человека. К своим подопечным Татьяна приближается только в одной и той же куртке. Улыбаясь, говорит, волки шкуру не меняют. В питомнике долина волков девять хищников. Есть чистые волки и есть гибриды. Это волк, скрещенный с собакой. Рядом с ними живут и хаски. У волчьей семейной пары и Мишели Каспера есть потомство – два щенка. Скоро они пройдут обучение по программе поиска и спасения людей и будут успешно работать в специальных службах. В обучении Татьяне помогает группа кинологов. Хозяйка волков тоже в этом участвует, так как сама кинолог, но по профессии художник. Еще при рождении судьба была предрешена, говорит Татьяна. Когда она родилась, известный питерский художник Георгий Мороз в честь рождения дочери преподнес ее отцу подарок – картину с изображением волков. Из самого детства Татьяне очень нравились они, да еще и отец был охотником. Связь с природой была всегда. А когда Таня стала взрослой и вовсе решила держать их в квартире. Я занимаюсь любимым делом, я занимаюсь любимыми животными. И что еще могу сказать, вот когда приходят гости, наш питомник, и даже детки, когда общаются с этими животными, я вижу у людей радость. Я понимаю, что я занимаюсь нужным делом. Делом, которое делает наш мир светлее, чище, лучше. Раньше на этом месте был пустырь. Вначале жила с волками в вагончике. Со временем построила дом и вольеры. Как признается Татьяна, я и строитель, и плотник, и на все руки мастер. Многое еще не доделано, но все это временно. Здесь, куда ни глянь, везде волки. Все это сделано руками Татьяны. Есть даже музей. Сейчас в нем реконструкция. Но мы все же заглянули. Здесь тоже волки, только в виде фигурок, ювелирные украшения. Изображение волка можно увидеть на монетах и денежных купюрах. Многое из этой коллекции подарено посетителями. Здесь от волка в миниатюре и до вот такой необычной фигуры, сплетенной из березовых прутьев. Работа Татьяны. Глядя на все это со стороны, задаешь себе вопрос. Как можно посвятить себя, свое время, свою жизнь этому животному, которого даже в сказках мы видим, как не совсем доброго зверя. Но, как утверждает Татьяна, именно волк может стать настоящим другом. И в отличие от человека, он никогда не предаст и будет оберегать, и стоять за тебя стеной до конца. Светлана Шаганова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия, Эль Куш, Малокарачаевский район.